Я вот скажу честно, когда только начинаешь все эти первые шаги, еще, наверное, не задумываешься точно. Это, наверное, уже в более таком, не то чтобы осознанном, но более взрослом, так сказать, в возрасте. Ты понимаешь вообще, что хочешь получить, какие мечты, какие планы, где себя видишь, что бы хотел от себя. Ну, больше как-то, когда такие вопросы приходят в голову, соответственно, понимаешь, что бы хотел. Изначально вообще за Барселону болел, когда со времен Роналдиня с братом, соответственно, смотрел больше испанский чемпионат. Потом Роналдиня перебрался, когда в Италию, там смотрел его игры. Ну, так, всегда почему-то был испанский, вот футбол ближе как-то был, больше смотрел. Ну, так, никогда не знаешь, где можешь оказаться. Серьезный шаг, да, для меня был очень серьезный, так как я уже много, думаю, где говорил. Когда момент этот подходит, истинный, момент X, то уже так понимаю, что это серьезный шаг. И к нему, да, либо ты готов, либо ты не готов. Соответственно, много с кем разговаривал, и сам в голове с собой проводил какие-то диалоги, все взвешивал. Но все-таки вот желание, это такое, попробовать себя, посмотреть другой чемпионат. У нас, оно проявлялось больше, и я уехал. Мне кажется, идеальная страна даже просто вот жить. Идеальная страна, идеальный климат, погода, люди. Пока еще не задумываясь, конечно, там, как-то себя там. Но в целом, и так мне очень нравится. По крайней мере, вот почти год там. Первое впечатление очень позитивно, очень хорошее. Конечно же, когда вот приехал, только все позакрывалось на локдаун. Поэтому было немного сложновато, честно скажу, потому что только приехал, сидишь дома. В принципе, там и не хотел никуда ходить, потому что была разница в нагрузках, и вообще к привыканию, к ритму, и к этому, ко всему новому, соответственно. Но просто когда ты знаешь все равно, что ты не можешь никуда пойти и выйти, это немного на тебя грустно висит. Но может быть где-то и к лучшему. Всегда был дома, восстанавливался, отдыхал. Но вот сейчас буквально недавно это все открывалось, и, соответственно, вот правда как будто прям вот дышать стало легче, даже лучше. И, соответственно, можешь прогуляться. Город небольшой, но есть много куда сходить, посмотреть, посидеть на верандочке, попить кофе, что не может не радовать. Ну и, конечно же, там на террасе посидеть. Ну вот такие моменты маленькие, они радуют. А, ну да, там город небольшой, и, соответственно, одна команда, и болеют все за таланты. Поэтому, когда все пооткрывалось, прямо даже, да, я как-то даже не ожидал. Всегда тут, не знаю, может как-то видно, что... Ну, наверное, видно, что они итальянец, приезжий какой-то. И все сразу же там, они буквально там даже далека, когда гулял, проходился, ребята какие-то сидели в ресторане. Я был в маске. Все равно как-то вот, не знаю, может какой-то там стиль у меня не европейский еще такой. Я не знаю, почему тут сразу прям начали кричать «Миранчук». Я думаю, как они еще узнали, помахал им. Ну вот, то, что одна команда, небольшой город, конечно же, все болеют футболом, все знают футболистов. Поэтому, да, есть какое-то внимание. Футбольное все понимаю прекрасно. Установки понимаю, что требуют. Но вот говорить именно то, что сложновато немного. Я еще, наверное, такой человек, который немного стеснительный, там, не буду инициативу какую-то проявлять, там, начинать завязывать какой-то диалог. Поэтому думаю, мне как-то еще чуть-чуть сложнее. Но, в принципе, какими-то с ребятами, какими-то фразами я могу прикинуться там спокойно. Ну, нормально, в этом плане сложности нет. Но планирую еще повысить свои скиллы в этом. Итальянские? Да, 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 да. Потому что там все ребята, кто играет, говорят, на итальянском, даже европейцы, там уже долгое время в команде. Соответственно, весь стафф тренерский. Везде на итальянском, поэтому, да. Ну, мне самому, на самом деле, хотелось бы, разговаривать. Считаю, что это... Ну, всегда хотел какой-то язык еще знать. Да, знаю. И, кстати, тоже этого такого стеснялся, можно так сказать. Потому что, когда только пришел, мы собрались с командой на ужин. Да, там уже меня заставляли, так, сейчас все будешь петь там. Кто-то... Самой кто-то еще там был новенький. Мы с ним должны были. Ну, как-то так все затянуло, что-то я говорю, «Ребят, давайте я просто заплачу за командный ужин и это, все». Не хочу же потом я в интернете, там, везде, как я пью. А я еще не знал, что петь. У меня в голове все это прорабатывал, но как-то до конца не был уверен. Ну, как-то вот сошло так все грамотно. И просто заплатил за ужин. Ну, как-то там вот больше вот такого гула стоит, знаете. Все сидят по разным местам и сразу там не уходят, условно говоря, в номер, там переодеваться, в душ. А все как-то еще сидят вот в раздевалке, какое-то общение, что-то обсуждают. Музыка, да. И как-то вот еще, еще вот как-то вот эта вот такая энергия присутствует в раздевалке. То есть именно, то есть в России можно было просто там сразу же по каким-то делам идти. А тут как-то вот именно много ребят еще остаются, сидят, все разговаривают, что-то там смеются, может, на тренировке там какие-то моменты. Ну, так в целом. Как-то вот гул такой просто стоит и сидишь просто там. Наслаждаешься атмосферой. Ну, это я вот об этом думал, когда только перед переходом в Талант. У меня это все, все эти мысли посвящали прекрасно. Я знаю, как это бывает все. Поэтому я пришел, у меня еще была такая трава на тот момент. Я еще не долечил ее. И у ребят, можно сказать, такой еще мини-сбор был до чемпионата. Ну, как-то вот со всеми так поздоровался. Как-то что-то с кем-то. А, там еще пару ребят восстанавливались вместе со мной. И как-то вот сначала с ними начал. Больше, так как мы больше времени проводили с ними в бассейн, там в зале занимались. Только когда с ними больше так начал. И вот такой на дружеской волне интересовался, что как. А потом уже как-то само собой так постепенно вливаешься в коллектив через тренировки. Как-то вот. И потом уже там ощущаешь себя, что забьешь что-то, отдашь на тренировки. Вот там вот такие через футбольный момент и уже как-то вот это все спадает. Ну, так первое время может быть, да, немного так. Ну, это, я думаю, нормальная ситуация, когда ты там ходишь еще. Не обнимаешься там со всеми, а просто какие-то вот такие, ну, как с коллегой, условно говоря. Так все через время, все через время быстро все так не происходило. Ну, там как-то мне изначально уже сразу сказали, что Лех как бы, что он был готов сразу, потому что тут немного по-другому, кто приходит там с Русиком от Малиновского разговаривал. То есть люди могут там долгое время вообще не играть, условно говоря. Просто там, чтобы понятие у них было, требования и все вот это такое. Поэтому мне еще даже повезло, что я начал там плюс-минус сразу же выходить там, те же 10-15 минут, 5 минут на замену. Потому что некоторые вообще не выходят. Им нужно именно в Италии так приезжаешь там, условно говоря, эти первые полгода вообще по минимуму рассчитываю на игровую практику. Поэтому, ну вот там у нас Луис Мориэль есть. Он тоже, когда только пришел, он выходил только на замену и забивал. То есть как бы, ну вот он тоже чувствует, тренер, кого, когда, как, опыт уже есть. Поэтому просто надо быть всегда готовым. Очень важно те, кто выходит на замену, потому что требования большие. То есть, соответственно, там кто-то подустал, нужно вот это дать импульс новый. И, соответственно, надо вот всегда. Потому что и Русик мне рассказывал, когда он первое время только пришел. Они вот там выходили на замену и большее количество игр приносили каким-то действиями очки. И вот, и само так вот получилось в каких-то играх. Поэтому, да, такой момент. Футбольная, футбольная страна. Это правда, да. Жалко вот, что без болельщиков пока. Надеюсь, новый чемпионат начнем уже хотя бы какой-то процент. Потому что играли в финал кубка. Не помню, процентов 20 или сколько это разрешили прийти. Уже какая-то была атмосфера. И талантовские болельщики приехали. Было вообще круто. Ну и вообще с болельщиками, конечно же, по-другому все чувствуешь. Игра, поддержка. Ну без них никак. Ну так вот в майках много народа по улице ходит, знаешь? Да, много кто ходит на всех террасах, балконах, на кафе. Каких-то вот флаги висят, именно аталантовские. Поэтому вообще много, много тех, кто следит за футболом, кто любит футбол и всегда там интересуется. Поэтому могу сказать, что точно. Бергамо точно футбольный город. Ну, могу сказать про брата, конечно же. Но мы с ним до этого уже, когда еще даже не было там разговоров о переходе, просто говорили, что вдруг там может получиться так, ты уйдешь, я могу уйти, разойдемся с тобой. Как-то просто разговаривали и были готовы вообще к этому, что жизнь может связать нас так, что мы не будем вместе и разъедемся. Так и получилось, поэтому, конечно же, без этого все равно никак, без этой братской поддержки, без такой, ну, когда вместе все равно чувствуешь себя полноценным и таким, как будто, да, ты целая одно такое. Ну, такая футбольная жизнь, поэтому у нас у каждого своя, своя судьба. Поэтому разъехались. Ну, конечно же, все равно, как и всем, кто бы не переехал куда-либо, не хватает друзей, поддержки, родных, мамин, там какое-то ощущение, что мама рядом, там можно к ней прийти каждый раз, приехать, тут такого нет. Ну, ты, я думаю, с этим и растешь, как бы ты изрослеешь с этими всеми моментами. Становишься такой более, ну, независимым, что ли, таким. Ну, конечно же, без этого никак, без этого всего, но все равно привыкаешь, привыкаешь, привыкаешь ко всему. Ну, надеюсь, вот, когда немного ситуация получше станет, там, мама сможет приехать, всегда там и друзья навестить. Ну, наверное, это вот, вот это вот, оно такое, ну, ответ был, понятное дело, понятен, что без семьи, без близких. Ну, по-другому ничего не скажу, потому что это реально правильно. Ну, вот тут, да, сто процентов, я уверен, что это так. То есть, представляете, там жил сколько времени, долгое время, в одном городе, в одной команде играл, всех знаешь, все налажено у тебя, там, куда подстричься, поехать, куда поехать, еще какие-то дела бытовые, то есть, все у тебя, ты уже всех знаешь, все у тебя налажено. Тут, соответственно, ты Леша Миранчук, но уже это все по-новому. То есть, если в Москве, в России знают, кто такой Леша Миранчук, то там, в Леша Миранчук только просто имя и фамилия. То есть, там ничего еще это не говорит. Новая страна, новые люди, новый язык, бытовых вещей таких, надо самому поехать. Переезжаешь в квартиру, она пустая, соответственно, надо ее все это обустроить, чтобы тебе было комфортно как-то, соответственно, надо найти парикмахерскую. Первое время было там сложновато, но там помогал один человек. Ну вот, все надо там по-новому все строить, строить жизнь по-новому. Поэтому, конечно же, что ты узнаешь новое, растешь как-то, развиваешься. То есть, я рад, что так происходит, на самом деле, я не хотел. То есть, как бы, думаю, если бы я остался бы здесь, как-то бы такой человек просто хочется всегда развиваться и не хочется быть там в каких-то таких условиях. Раз, два, три, там, все больше ничего. Хочется в разностороннем порядке себя искать, находить себя. Поэтому, думаю, это такой, да, в этапе я рад, что случился в моей жизни. То есть, ты не жалеешь от вас? Безусловно, никогда, никогда не буду. У меня даже таких, на самом деле, мыслей нет. Я очень счастлив. Впереди еще много всего предстоит. Я настроен решительно, позитивно. Не знаю, кто бы там что ни говорил, это их мнение. И это тоже нормально, что они высказываются. Но жизнь моя, карьера моя. И я буду решать, как и что она, куда она будет развиваться и куда она будет двигаться. Поэтому никогда не буду жалеть об этом решении. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!